Здравствуйте! В эфире программа «Безопасности». Я ее ведущий Александр Булдаков. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Участие в любых боевых действиях чревато ранениями. На каком уровне у нас находится лечение и главная последующая реабилитация военнослужащих. Железнодорожный суд Новосибирска определил меру пресечения молодой женщины, которая выкинула своего ребенка в мусорный бак. О том, как спасали новорожденного. Об обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирска. Какие работы мэрия планирует провести в 2024 году, чтобы жить в мегаполисе стало в том числе и комфортнее. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Специальная военная операция продолжается уже два года. А так как участие практически в любых боевых действиях чревато ранениями, то лечение и последующая реабилитация военнослужащих за это время приобрели большую актуальность. Об этом, а также о том, как в нашем регионе помогают участникам СВО и их семьям, далее в нашем репортаже. В Новосибирской области военнослужащие, получившие ранения, могут воспользоваться губернаторским реабилитационным сертификатом. За год его действия на участие в нем заявки подали около 800 человек. Наша региональная программа подразумевает не только медицинскую реабилитацию. Она гораздо шире. Это и непосредственная реабилитация, это и услуги досуговой каких-то мероприятий, это и медицинское сопровождение, и получение инвалидности, и любые консультации. То есть все те запросы, которые в течение года формировались, они все ложились в тело сертификата. В региональном профильном министерстве, говоря об участниках специальной военной операции из категории мобилизованных, отмечают дополнительные меры поддержки. Сохраняется такая мера поддержки, как компенсация платы в детском садике, это бесплатное питание школьников. Но вот сейчас у нас муниципальное образование вводит своими локальными актами меру поддержки, как питание и дошкольных учреждений. Впрочем, семьи военнослужащих участников СВО часто нуждаются не просто в финансовой поддержке, но и в решениях обычных житейских вопросов. В первое время действительно были очень много обращений, и по обеспечению подготовки к школе ребят, и дрова привезти, уголь, забор поправить. Ну, такие моменты, а сегодня таких обращений, слава богу, меньше, потому что действительно очень быстрое реагирование. Мы вчера для себя отмечали, что 3-4 дня проходит с момента обращения до момента решения вопросов, ну, такого хозяйственного бытового уровня. И, конечно, по мере поступления обращений, перечень мер поддержки приходится постоянно расширять. Выяснилось, что у ребят есть запрос на получение водительского удостоверения, а у нас в министерстве есть школа, которая как раз работает в числе с людьми с инвалидностью. И мы вот включили этот проект в школу вождения, и буквально недавно у нас один участник уже получил удостоверение. Бойцам и их семьям помогают не только власти, но и обычные граждане, волонтерские и благотворительные организации, весь народ. А в таком случае Россию не победить. О ремонте автомобильных дорог и тротуаров, о независимом строительном контроле и обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Новосибирска говорили на профильной комиссии Горсовета. Какие работы мэрия планирует провести в 2024 году, чтобы жить в мегаполисе стало еще комфортнее, расскажем прямо сейчас. Новосибирск Строительство, реконструкцию и содержание светофорных объектов – это 175 миллионов рублей. Нанесение дорожной разметки всеми видами краски – 165 миллионов рублей. Устройство искусственных дорожных неровностей на сумму – 35 миллионов рублей. Установку и замену дорожных знаков на 55 миллионов рублей. В прошлом году в Новосибирске зарегистрировано более 1600 ДТП. Это на 23% больше предыдущего периода. В настоящее время на территории города существует порядка 60 аварийных участков. Их каждый год ликвидируют, но появляются новые. Впрочем, Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии работает над комплексом мероприятий, который поможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Мы принимаем все возможные меры для устранения недостатков, проводим подробный анализ ДТП для оценки условий и причин их возникновения, роли дорожных условий и иных факторов, оказывающие влияние на режим движения, уделяя особое внимание аварийноопасным участкам для их ликвидации. Депутатов интересовали многие вопросы, в том числе и о ремонте тротуаров, которые в городе не сказать, что в хорошем состоянии. Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов заметил, что финансирование этих работ значительно выросло, а значит будет и прогресс. В этом году финансирование 300 миллионов на тротуары. И вот здесь, я думаю, что если мы выдержим такие темпы финансирования на протяжении двух, трех, ну максимум четырех лет, то мы сможем это отставание наверстать и привести тротуары в нормативное состояние. И, конечно, строительный контроль за дорожниками продолжится и в 2024 году. К примеру, в прошлом сезоне подрядчикам за собственные средства пришлось переделать 123 тысячи квадратных метров некачественного покрытия. Железнодорожный суд Новосибирска определил меру пресечения молодой женщине, которую задержали за то, что она выкинула своего ребенка в мусорный бак. О том, как спасали новорожденного, нам рассказал местный житель, который и нашел его. В пятницу 16 февраля во второй половине дня во дворе 18 дома по улице 1905 года в Новосибирске было много полицейских. Что случилось, выяснилось довольно быстро. В одном из мусорных баков местный житель нашел живого новорожденного ребенка. Позже нам удалось поговорить со спасителем. Иван Журавлев живет в этом же доме и в тот день вышел на улицу, чтобы проверить на парковке рядом с контейнерной площадкой свою машину. Услышал характерный звук. Либо котенок, либо ребенок. Ну, это было непонятно. Подошел к баку. Вот к этому баку подошел. Получается, лежал пакет снизу с ребенком, а сверху, ну, прикинутый был обычным мусором. Мусор я убрал, поднял пакет, я чувствую, что что-то шевелится. Иван сразу позвонил своему знакомому сотруднику муниципальной аварийно-спасательной службы, а ребенка занес в теплый подъезд. Его только-только выкинули. Прям, он не замерз, ничего, то есть, как бы, да, он нервничал и так далее, но, по моему мнению, это прям, сегодня, вчера он был новорожденный. А он был во что-то укутан, утеплен или просто вот в пакете? Он был в пеленку, потом идет мусорный пакет черный, а потом обычный пакет, ну, то есть, который за ручки. Через несколько минут приехали полицейские и уже вместе с ними ребенка, а это казался мальчик, занесли в квартиру. Жена плакала. И жене было очень тяжело, потому что у нас сейчас годовалый ребенок, которому любим, ценим и очень-очень любим. И когда она это поняла и увидела, ей было, ну, очень хорошо. Еще через несколько минут приехала бригада скорой медицинской помощи. Осмотрела, забрала мальчика и доставила в детскую больницу. Позже появилась официальная информация о том, что состояние младенца найдено на улице стабильное. В тот момент он находился в отделении реанимации под наблюдением медиков. В свою очередь, правоохранители, тщательно проверив все камеры видеонаблюдения, быстро вычислили того, кто выбросил ребенка в мусорный контейнер. Благодаря грамотной работе следователей и следователей криминалистов СК по области, оперативных сотрудников МВД России по Новосибирской области, в рамках расследования уголовного дела по факту покушения на убийство новорожденного ребенка в городе Новосибирске, возбужденного ранее по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пунктом В части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийства малолетнего, задержана его 22-летняя мать. Следователь Следственного комитета обратился с ходатайством в суд об избрании в отношении горе-мамаши меры пресечения. В итоге женщина покинула зал в наручниках. Светлане, так звать задержанную, в ближайшие два месяца придется провести в следственном изоляторе. А ее ребенка медики уже решили назвать Ваней в честь его спасителя. Настольный теннис, гиревой спорт, аэромрестлинг, мини-футбол и, конечно, перетягивание каната. В преддверии Дня защитника Отечества в Новосибирске для военнослужащих и сотрудников Сибирского округа войск Росгвардии, а также членов их семей, состоялся спортивный праздник. И вот как это было. Открыл праздник, который проходил в Новосибирске в Центре спортивной подготовки «Заря» командующий Сибирским округом войск Национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Николай Марков. Он пожаловал участникам соревнований честной борьбы, воли к победе и хорошему настроению. И, судя по всему, эти пожелания сбылись. Участники состязались в соревнованиях по настольному теннису, в гиревом спорте, аэромрестлинге, мини-футболе, а также в соревновании по перетягиванию каната и семейной эстафете. В настольном теннисе и перетягивании каната победителями стали военнослужащие отряда специального назначения «Ермак». Самым сильным в соревнованиях по аэромрестлингу оказался офицер смешанной авиационной эскадрильи Сибирского округа Росгвардии. Военнослужащие и сотрудники управления Росгвардии по Новосибирской области стали лучшими в гиревом спорте, мини-футболе, а также в семейной эстафете. Музыкальное сопровождение спортивного мероприятия обеспечил оркестр штаба Сибирского округа Росгвардии под руководством подполковника Сергия Горланова. Для зрителей и участников артисты творческого коллектива исполнили популярные песни и музыкальные композиции. В завершение спортивного праздника вручил победителям и призерам грамоты и медали генерал-полковник Николай Марков. По всеобщему мнению, праздник, посвященный Дню Защитника Отечества, удался на славу. Один мудрый человек заметил, изобразить нельзя, как одушевляют действия ума телодвижения. Смотрите программу безопасности на канале НСК-49. И не забывайте, нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя.